Всем привет, друзья! С вами был Азия, и мы сегодня открываем кейсики. Открываем их, конечно же, не в стиме, потому что это в стиме дико невыгодно. Попробуем пооткрывать их на сайте, а именно на сайте CSGOHouse. Сказали, что это неплохой сайтик, решил потестить. Тем более, меня один из подписчиков спонсировал на это дело. Ну, грех не воспользоваться таким делом, да? Что есть на сайте? На сайте вы заливаете сюда свои шмотки. И шмотки переводятся у вас в поинты. Поинты эквивалентны примерно долларам, если убрать два последних знака. Сегодня мы играем на 110 долларов или на 11 тысяч очков. Можно шмотки еще дозалить, но мне хватит сегодня поиграть. 11 тысяч это 110 долларов, нам хватит. Куча-куча-куча разных игр. Нас сегодня в основном интересует кейс-опенинг, но расскажу я обо всем. Начнем мы с чего? Давайте по порядку, наверное, начнем мы с... Однорукого бандита. Вы можете поставить стоимость в очках от одного, получается, до 50 долларов. Я буду на всем, кроме кейсов, я буду ставить по чуть-чуть, чисто посмотреть, как это дело выглядит. Ну, примерно по доллару, наверное, поиграем везде, кроме кейсов. А основную массу оставим на кейсы. Я думаю, это того стоит. Собственно, вводим, грубо говоря, соточку. Не, соточка, наверное, мало, да? Давайте хотя бы 250 вводить, да? Давайте 250, да? Что, какой-то, хотя бы, какая-то шмотка, если что, вылазила. Подтереснее нажимаешь. Крутить. И за такую стоимость вылазят шмотки у вас здесь. Ах, какое было хорошее начало, но нет, борода. Ну, собственно, вот таким образом здесь и проигрывается. На самом деле, я не очень люблю однорукого бандита. То есть, если бы сейчас вылезли за три ножа, мы получили бы нож. Но при такой стоимости шанс ножа крайне мал. Честно говоря, я не знаю эквивалент, как тут считается от отставки. Но мне однорукий бандит малоприятен. Я больше по кейсикам, я больше по Блэк Джеку. Кстати, о Блэк Джеке. Блэк Джек стандартный. То есть, ребята, все, кто играли в Блэк Джек знают. Он же 21. Вам раздаются карты. Цель набрать 21 или максимально приближённая к нему. Так, давайте тоже 250. Старт нюги. Так, у него 10. У меня 9. 15. Мне нужна либо шестёрка, либо любая карта ниже шестёрки. И всё. То есть, а если я вытаскиваю любую картинку или всё, что выше шестёрки, я проигрываю. Но 15-то крайне мало. Он, скорее всего, меня обгонит. Ещё карту себе сдал и... 18. Не, ну тут уже совсем мало. То есть, мне тут только двойкой устраивает. Ладно, давайте мериться на 18. 12. 13. 15. А, 20! Чёрт. Давайте, мне понравился 21. Давайте ещё разок сыграем. Ой, я не успел посмотреть, кто подписался. Спасибо тебе, хороший человек. Я потом поблагодарю тебя непременно. Так, 10. Окей. Опять 18, а? Боже, у меня сейчас устраивает только двойка, тройка и туз. Туз можно за единицу посчитать, и тогда будет до 19. То есть, меня устраивает... 4 туза, 4... А, двойка одна здесь. То есть, 4 туза, 3 двойки и 4 тройки меня устраивает. Довольно мало карт, я, наверное, сдамся. Давай на 18 очков. 12. Да что такое? Снова 20. Ладно, последняя попытка на 21. Пойдём дальше. 10. 19. 19. 11. 21. Окей, ладно. Валим отсюда, ребята. Так, блажек показали. Рулеточка. Рулеточка, собственно, стандартная. Красная, чёрная, зеро по числам ставки, конкретно на числа ставки. Соответственно, чем точнее вы ставите, тем больше умножение того, что вы ставите. То есть, на зеро там вообще шанс... Если вы выигрываете, там прям миллионы гребёте, но это, конечно, мало. То есть, я буду играть, скорее всего, красная, чёрная. Если я выигрываю, я удваиваю, соответственно. Если, допустим, вот здесь я выиграю, я умножаю свой выигрыш в 35 раз, ребята. Ну, то есть, это шанс 1 к 36. И я его умножу на 35. Ну, то есть, с моим везением крайне нельзя. Пойдёмте, я думаю, на красная, да? Давайте на красная 250. Поехали. А, да, тут стоит галочка о том, что... Мало ли кто-то случайно мискликнет поставить большую ставочку. Кто боится, её можно не отключать, и тогда вы каждый раз будете подтверждать. Ой, как громко. Я надеюсь, вам не громко, ребят. Изи, подняли 500. Эээ... Континни. Так, слушайте, мы выиграли на красном 500 очков. Неплохо, да. Давайте попробуем ещё раз на красное. А почему нет? Как говорилось, вы дома не идёте, мне везёт, я играю. Я убавил немножко звука, ребят, надеюсь, вас не оглушило. Ать! Ладно, быстро пришло, быстро ушло. Ну ладно, мы не за этим, тут, в принципе, рулеточка тоже такая. В теории, кто знает правила рулетки, можно тут и подниматься неплохо. Но мы здесь не за этим, мы здесь, конечно же, за кейсами, ребят. Мы здесь за кейсами. Ребят, наш любимый рандом, она же монетка. Мы подкидываем монетку, мы, скорее всего, сейчас выберем, да? Честно говоря, я, по-моему, даже её ни разу не играл, сейчас проверим. А, собственно, you want pizza, всё понятно. То есть тут два варианта. Либо выводится этикетка сайта CSGOHouse, либо выводится мой значок. И если выводится мой, то я выигрываю x2. Ну, в принципе, понятно, да? То есть мы тоже не будем долго на монетке задерживаться. Нас не это интересует. Нас интересует рандом, который пойдёт с кейсов. Да, кстати, ребят, если с кейсика будет что-то классное, ну, то я что-нибудь разыграю. Если будет какой-нибудь барахлишко, ну, тогда уже нет смысла разыгрывать, да? Так, честно говоря, вот это я не помню. А, всё, вспомнил. Здесь нужно угадать процент, в который попадёт нож. То есть есть 50-50, то есть... Я сейчас объясню. То есть если попадает нож в зелёное, мы выигрываем, в красное мы проигрываем. Это то, насколько умножается наша ставка, если мы выигрываем. Например, допустим, если я поставлю 250 и поставлю процент выигрыша, допустим, 30, то я получу умноженное на х3. Но при этом мне нужно, чтобы нож попал вот сюда вот в зелёную. То есть шанс довольно маленький. Давайте мы попробуем угадать. Хотя бы в 75%, да? Мы буквально чуть-чуть поднимемся, мы получим вот столько вместо 250, но у нас шанс на выигрыш 3 четвёртых. Поехали. Даже с шансом 3 четвёртых мы не смогли. Давайте ещё раз попробуем тоже. Давайте при тех же 75%. И... Да. Так, себе поиграли. Ясненько. Сейчас, секундочку, я запамятовал, что... А, это стандартная, ребят, рулеточка. То есть мы тут ставим просто, по-моему... Честно говоря, вот в ней я не разбирался, и давайте... И, наверное, не буду. Кости. Тут выбирайте количество костей, и если на костях выпадают одинаковые циферки, вы удваиваетесь, по-моему... А, вот, вы умножаете своё количество на 5,7. То есть если я ставлю 250, при двух костях я получаю умноженное на 5,7. Вот столько. Если я выберу 3 кости, сумма сразу x34, да, но шанс, что на трёх костях выпадет, соответственно, три одинаковые цифры довольно мало. Тут можно реально баснословные суммы получать просто с 250, ребята. Просто 3000 долларов, ребята, если на пятерых костях выпадает нужное нам число. Ладно, давайте мы мистику не будем верить, попробуем на двух поиграть. Хотя бы на двух. И давайте тут, наверное, даже можно по соточке... Поиграем побольше, но по соточке. Может, хотя бы разок выпадет, попробуем. По-моему, вот эту надо. Roll all dice. Так, стоп, не то. Да, соточка, поехали. И покрутить сразу оба кубика. Боже. У меня в колонках-то громко. Ребята, изи 570. Прям изи. Давайте ещё соточку. Опять не то нажал. Борода. Ну давайте и третий разок. Континью. И третий разок. Ну, ладно. Собственно, мы всё равно немножко в плюсе с этого, с этих кубиков. Окей. Найс. Так, я немножко почитаю чатик. Что-то, давайте 92%. По новой системе можно набить очков. Обычная канитель. Играет друг... Так, понятно. Так, попробуем дальше. И есть, скажем так, это стиралка. То есть, мы должны заплатить сотню и постирать эти поинты, скажем так. Ну, знаете, как это раньше. Стирали всякие. Если вот находишь одинаковый, получаешь приз. Они тут все посадки, поэтому давайте раза три тоже постираем. 250 поинтов. Давайте вот тут, мне нравится. Допустим, и тут. Жаль. Стоп, подожди, сколько я могу стирать-то, подождите. Что-то не совсем понял. Надо какую-то кабинацию, что ли, собрать? Я, честно говоря, думал, что надо просто три стирать, если попадаешь, то молодец. Давайте ещё разок. Стоп, подожди, а почему... А, клейм. Да? Ну, типа, короче, ну, ничего-ничего не это, да? Давайте новую. Давайте новую. Это, как правило, можно всё стирать сразу, да? И вон 500 токенов. Подожди, а почему и вон 500 токенов? Где что совпадает? А, типа 250, 250, 250? Короче, я как-то выиграл 500 токенов. Всё хорошо, ребята. Как выиграл, не знаю, но как-то выиграл. Найс, объяснение рулетки. Чё, как победил? Давайте ещё разок. По-моему, мы стираем так, вот нам повезло. Давайте начнём стирать снизу, может, снова повезёт. Смотрите, у нас снова 3 по 250, да? А мы сейчас снова 500 выиграем, правильно? 3 по 250, я правильно понял или неправильно? Нет, сейчас выиграли 250. Ну, допустим. Это первое, где мы пошли в плюс. Давайте ещё разок. А вот как-то я буду стирать, а не ты. Чё за звуки? Я вообще ничего не делаю. Боже, у вас тоже подскребушки идут, ребята? Я ничего не делаю. Теперь мы скребём вместе с кем-то, окей. Давай скребстим вместе с кем-то. Звуки сайда идут, просто жесть. Клей. Ну, слушай, мы снова возвращаем ту идут. Так, давайте я вот так вот сделаю. Я понял, это не работает. Секундочку. Я вот так вот сделал, чтобы эти подскребушки нам не мешали, ребята. Окей. Ну, ты так понял, можно ускоренно, а можно не ускоренно. То есть, можно самому стирать, а можно... Ой, x4. Ну, соответственно, на x4 у нас ничего не выпало, да? Ничего, да? Да. Всё, всё. Кажется, я понял, в чём. Кажется, я понял, в чём прикол. То есть, в принципе, можно, мне кажется, сразу смотреть вот здесь. Вот, да, сколько тут? x1. Наверняка мы сейчас соточку найдём. Там x1, x2. Всё, всё, ребят, я понял, понял. Вот этот x сначала не увидел. Разобрался, разобрался. Так, что тут ещё есть? 500, 500, 100, 100, 100. Ну, соточку мы обратно получили, я правильно понял? Да, слушайте, по-моему, это пока самое такое. Безопасное и прибыльное. x1. Ну, тут, скорее всего, снова где-то соточка трётся, да? Сотня, 250, 2500, 2500, 5000, 5000. Ничего, да? Да, ничего. Ну, да, на самом деле, мы сюда пришли, и мы всё ещё в плюс 300 здесь играем, ребята. То есть, как же это не про... x10? Я так полагаю, здесь ничего нету, да? Потому что x10, ребята. Либо сайт нам подарит столько. Давайте тут посмотрим. Тут посмотрим. Может, хотя бы соточку x10 поднимем? Было бы неплохо. Ой, слушайте, у нас... Две сотни, две пятисотки. Давайте вот тут вот одну. 500 или 100, и будет вообще хорошо. Слушайте, ну можно... А, это другая сумма. Да, другая сумма. Ноликов многовато. Опасный манёвр, ребята. Можно мне вот такую сумму ещё разок? И вот это вот x10. И я пошёл себе яхту покупать. Мне надо, чтобы здесь было либо... Сколько это? Либо 100 тысяч, либо сотня, либо 500. Ну что, давай. Ну, конечно, x10, собственно, ничего не даёт нам. Какой азарт, какой азарт. Давайте ещё. Снова x10. То есть тут снова ничего не будет, да? 5 тысяч. 10 тысяч. Тысяча. 250. Соточка. Шансов, шансов, ребята, немного, судя по всем разным числам. Ещё 10 тысяч. Окей. 5 тысяч, 5 тысяч, 10 тысяч, 10 тысяч. Меня и то, и другое устроит. Многовато. Да, и, собственно, снова ничего, да? Ну, давайте вот последняя сотня сюда. И я думаю, тут хватит уже, да? Хотя, если мы уйдём в плюс, мы продолжим. Ну, скорее всего, x1, да? Значит, скорее всего, снова тут где-то сотня трётся, да? Па-па-па-па-па-па-пам. Ну да, соточка. То есть... Нет, нет, мы не проиграли, хочу ещё. x2. Мы, кстати, на x2 поднимались. Может быть, что-то поднимем. То есть, максимально мы тут поднимали сколько? 250 умноженное на x2, да? Мы тут поднимали максимум. По-моему, да. Кстати, снова 250 умноженное на x2, ребят. Нормально. Получили 500 токенов. Слушайте, мне определённо нравится эта стиражка. По-моему, я вошёл во вкус. Ну, x10, я полагаю, тут снова ничего, да? Кажется, я разгадал систему сайта, ребят. Здесь должна быть сотня. Нет, такое кунг-фу тоже не всегда работает. Так, давайте ещё. Я так полагаю, это сразу, да, показывает мне или что? А, я понял. Можно, короче, без стирания идти, нормально. Что-то где-то я нажал, теперь можно идти без стирания. Теперь можно не стирать. Ладно, давайте последнюю. Да, всё, хорош. А так, разобрались. Собственно, слоты мы посмотрели. Blackjack посмотрели, K-SOPPING, мы сейчас пойдём сюда. Рулетку мы посмотрели, coin flip мы посмотрели. Это мы посмотрели, ножи крутятся. Это я не знаю, это я не знаю. Костя, посмотрели мы. скрэпы мы посмотрели. Так, вроде как мы всё посмотрели, ребят. Так, сейчас мы будем к самым вкусняшкам. К самым вкусняшкам. Ну что. А правда, тут открытие кейс идёт не совсем, как на других сайтах. Тут есть всего лишь один кейс. Собственно, вот он. У него есть стоимость. Если бы точно получается, это 3 доллара 67 центов. Примерно так, то есть это стоит. Вы открываете постоянно только его. И из него одного может выпасть абсолютно, ребят, всё. Начиная от красных вкусняшек. Которые, собственно, в 10 раз его больше. Да, и там в 10, в 20, в 30 раз больше. Ну, соответственно, и заканчивая, ну, всем известным синим шерпотрёпом. Ну, что уж скрывать. Может выпасть и вот такие всякие вещи. Но, я надеюсь на что-нибудь вкусное. Я надеюсь выйти в плюс на сайте. Очень надеюсь. То есть мы начинали, грубо говоря, с 11 тысяч. Да, ну ладно, послевались. Это мы не будем. Давайте как будто начинаем с 10 тысяч. И нам нужно выйти в плюс по шмоткам. Так. Ну что. Полетели. Тут есть кнопочка о том, что каждый раз нас будут спрашивать о том, что кейс скрывается. Давайте первый раз мы нажмём да. Потом мы её снимем и будем просто открывать, открывать и открывать. Ну что, полетели. Вкусняшки. Давай, 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 давай. О, стой, стой, стой. Не вернись, вернись. Ну или тогда дальше давай уж. И тем валы... Что? Ух ты. Ребята, мы сразу открыли на 1240. Я правильно понял? Это ведь сумма, да? Я же правильно посмотрел инвентарь. Да, ребята, мы сразу открыли... Ну тут почти правильно. На 1100 мы открыли первую шмоточку. Слушайте, неплохо. Ну давайте тогда шмоточек 10 откроем, а потом посчитаем. Давайте нам эту галочку сразу уберём. И полетели вскрывать. Собственно, даже такую пушку за 12 долларов уже может... А, хамелеон. Хамелеон неинтересно. Хотя, вот этот блок я не знаю, сколько он стоит. Ну, 345 примерно то же самое. Примерно как кейс. То есть можно подать, можно будет открыть ещё один. Слушайте, пока довольно неплохо, да? Пока всё вкусно. То есть это не синее барахло, которое нам падает в стиме, да? Стой, 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 не-не-не-не-не-не. Ну вот чё ты? Мы чё нормально же общались, зачем ты начинаешь? Но П-Бог червей, конечно, нас не очень радует. Ну ладно. Так. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Как прямо это, две красные пушки пролетели рядышком, как ножом, прям как ножом порнули. Давай-давай-давай, давай еще. Давай-давай-давай-давай. Ну как вы видите, как бы, не надо выбирать, не надо париться, какой кейф вскрыть, что вскрывать, не знаешь. Обязание дела, сто с чем-то, а это вообще не знаю. Ой, Red Line, Red Line не доехали. Да, начиналось, кажется, все вкусно, сейчас уже не так, но мы, по-моему, даже все равно в плюсе, да, потому что мы первую смотку вскрыли за тысячу. В других сайтах нужно париться, то есть, там, давайте вскроем это, давайте вскроем то, давайте вскроем это. Тут сидишь на одну кнопочку, клацаешь, выходишь себе в плюс. Давай. Ребята, Азимов. А, стоп, он дешевый. Ой, это, Баттл Скарр, это, наверное, после полевых испытаний, видите, какой он весь покоцанный, черт. Азимов-то Азимов, но, блин, он стоит 310, 3 доллара. Ладно. Ну, все-таки, все-таки, зато Азимов, зато Азимов. Ой, вот ножик, можно ножик, можно вернуться? Ножик хочу. По-моему, это примерно такая же стоимость, да, у него? 220. Послание, кариф, нет, 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 это не тот, это не тот, путаю. Ладно, полетели дальше, вскрывать. Помолись перед открытием? Кому? Честно говоря, я не знаю, стоимость не в курсе. Ну, типа, чуть-чуть, чуть-чуть валю я, окей. Я думаю, весь Шерпотреп я здесь продам, наверное, который такой, как бы, дешевле хотя бы, там, 3 долларов я весь сдам. Все, что будет крупнее, я, наверное, оставлю, и что-нибудь из этого уже разыграю. Так. Так-так-так-так-так-так-так. Не-не-не, ну, почему пролетает элитное снаряжение? Спасибо. Слушай, а оно дорогое, что ли? В смысле, а почему оно так дорого стоит? Это же элитное снаряжение, оно вот прямо с завода, что ли? Ну, что-то 2 доллара, оно вроде, оно вроде дешевое, оно должно быть дешевле, вроде должно быть. Окей. Идем дальше. Сейчас тогда еще один кейс вскроем и посчитаем. Оруч. Неприятно. Так, давайте дальше вскрываем еще один и посчитаем. Как мы вообще, как мы вообще пооткрывали в общем, в общем. Ну, по-моему, мы не сильно в плюсе, да? Если вообще в плюсе. Да, неприятненько так. То есть мы, получается, вскрыли, грубо говоря, на 4000, да? Давайте посмотрим, что у нас тут насчиталось. На 4000, а у нас тут есть, получается, так, это 500, это, грубо говоря, 1600, грубо-грубо говоря, 2. 2400, 2500, ну да, мы вскрыли на 4, а у нас пока шмоток на 2500. Чего-то пока неинтересно. Давайте еще. Давайте еще, хочу вкусняшек. Слушай, по-моему, с этой галочкой было классно. Давайте мы с ней будем открывать, а? По-моему, с ней как-то прям... Прям как-то с ней первый дроп-то был классный. Давай, давай, давай. Что-то кунг-фу, по-моему, только один раз сработало, да? А, нет, стоп, я там валю 405. Такой бизончик 4 доллара стоит? И я просто не в курсе. Окей. Давайте дальше с ней, мы с ней пока в плюс идем. Так. Так. Бронзовая декорация, да? А, нет, даже не бронзовая декорация. Это кто это, скумбрия, да? Нет, не скумбрия, это что-то другое. Ладно. Я на английских названиях не понимаю. Нормально все. Давай, 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 давай. Я хочу... Ну, вообще, конечно, я хочу ножек, но ладно. Я, в принципе, не красной пушкой перебьюсь какой-нибудь хороший. Но вообще хочу ножек. Да, 53 цента. Чего-то пока огорчает, огорчает. Ну, давай. Ну, давай что-нибудь хорошее. Ну, боже. Ну, еще один Азимов. И снова плохой, да? Нет, это нам в плюс уже, кстати, ребят. Два Азимова. В принципе, два Азимова, в принципе, можно и разыграть будет, кстати. Сразу, да. Второе место там вот такое, да, там. А третье место Азимов похуже. Кстати, как вариант. Давайте. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Опять бог червей. Опять бог червей. Вот это-да-да-дам. Да, ребят, что-то пока... Пока не очень приятно. У нас осталось сколько? У нас осталось 11 открытий в кейсах. За 11 кейсов там тут что-то вкусное, да? 11 же? Ну, там на портаем 11-12 у нас есть. Надеюсь, что-то будет хорошенькое. Будет очень неприятно, если мы не выйдем в плюс. Давай. Там реально куча красного шмота пролетает. Но что-то как-то... Вот именно что пролетает. Снова бог червей, да? А, не-не. Слушай, я не знаю, сколько стоит. Да. Кстати, довольно забавно. Я его, может, себе оставлю. Нет. А ты ори, Катун. Это из другой игры. Он тут не работает, наверное. Пробуем. Катун. Стой, стой. Что-то Катун не работает, ребята. Окей. Окей. Продолжаем. Мы не сдаемся. Мы верим, что из последних там 10 кейсов нам такая вкусяшка выпадет, что прям вообще все окупится. Давай. Я верю. Я верю. Я верю. Я еще раз говорю. Я попродаю все, что дешевле 3 долларов, ребята. Я не вижу смысла оставлять это, наверное. Постараюсь побольше кейсов пооткрывать сегодня. Может, с последнего, с предпоследнего чем-нибудь еще свалится такое шикарное, чтобы... Ну, там вот нож пролетает, например, да? Лучше бы, кстати, картельчик. Лучше бы вот картельчик следующий вылез. Было бы классно. Да. Да, что-то я, честно говоря, надеялся выйти в плюс. Пока этим даже что-то не пахнет. Пахнет чем-то другим. Не очень приятно. Ну, ну, ну. Так. Вот это уже интересно. 28 баксов, ребята. 2 800. Уэлл Ворн, своим кривом надежды я не переведу, но это явно не... Не после полевых, это, возможно, немного поношенное, ребят. По-моему, по-моему, мы нашли первое место, ребята. Кто... Кто получит, то получит первое место, скорее всего, мы нашли. Но пока еще не точно, ладно. Слушайте, уже стало поприятнее, да? Как-то и настроение сразу поднялось, да? Да. Стало куда приятнее сразу. Ладно. Ладно. Мы не сдаемся. Возможно, это не последняя вкусняшка. Давай, давай. Ух, сразу так хорошо. Хорошо. Давай еще. Я настроился. Давай еще. Я готов. Завози. Бизончик антикуриат. Окей. Триазимово разыграет. Так, кстати, триазима для разыгрыша. В принципе, нормально. В принципе, нормально. Так, 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 так. Ну, Фомас Джин. Ну, хотя бы Фомас Джин. Это... Ну, это явно лучше, чем было бы, если бы там открылась предыдущая, да? Да, правда, все равно не в плюсе, но мы, по-моему, далеко не в минусе. Так, так, так. Снова ликтое снаряжение. Угу. Угу. Ну, тут, в принципе, мы проиграли, но не сильно. Так, у нас осталось сейчас три открытия, да? Да, у нас сейчас три открытия, потом мы продаем всякой мелочи и еще откроем на остатки. Ну, я надеюсь... Давай что-нибудь еще. Давай напоследок какую-нибудь красную пушечку еще. Вот вулканчик можно, например, было. Ключик. Ключик, значит, да? Слушайте, может... Давайте мы, наверное, ключик оставим себе, да? И ключик мы откроем сегодня на стримчанском. Кейсик один. Потеряем еще два доллара. Ну, что уж терять. Так. Так, 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 так. Давай, давай еще одну красненькую. Ну, давай, ну, красненькую. Ну, хорошенькую. Ну, красненькую. Ну, пожалуйста, солнце. Ну, давай. Да-да-дам-да-дам. Так, ну что, давай. Последний. Идем продавать барахлишко. Дабы нам хватило еще на парочку кейсов. Так, я не в курсе по цене. А, пять баксов. Ну, мы все равно ее оставим, кстати. Мы, кстати, все равно ее оставим. Все, что дороже, все дороже долларов я буду оставлять, ребята. Так. Давайте для начала посчитаем, что у нас получилось. Что у нас среднее получилось. Мы сегодня вскрывали... Мы сегодня вскрывали на... Сто долларов получается. Десять долларов мы потратили на то, чтобы всякие игрушки поиграть. А на сто долларов мы вскрывали. Сто долларов это было десять тысяч очков. Посмотрим, сколько у нас здесь. Здесь, конечно, явно меньше. Ну, просто интересно, какая стоимость, какая сумма получилась. Так. Две шестьсот. Грубо говоря, три восемьсот. Четыре восемьсот. Грубо говоря, пять восемьсот. Раз, два, три, четыре. Шесть восемьсот. Раз. Так, двести. Ну, грубо говоря, двести, двести, триста. Так, двести, семьсот. Семьсот. Восемьсот. Девятьсот. Да, что-то мы, короче, примерно в половину Про это самое Профукали Примерно половину, ну давайте, мы сейчас тогда вот это вот все Вот это вот все, мы сейчас вот примерно Вот до До Азио мы все все продадим Я думаю Так, это выслать себе, сел, по-моему, продать Да, да, ключик мы тоже к себе оставим Это продать, это продать Это продать, кстати, Диггл тоже симпатичный Можно тоже разыграть Давайте, Диггл, в принципе, тоже довольно симпатный, давайте мы его тоже оставим Сам с таким бегал, кстати Поэтому Фомас Джин нет, он неинтересный Так, неинтересно, 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 неинтересно Загоняем, загоняем, загоняем Так сколько у нас валу? 1700 мы получим, да? Ну я думаю нормально В принципе, да? Да давайте пока это оставим Сель Так, вот мы 1800, пойдем, мы еще не закончили Сейчас мы еще откроем что-нибудь Шанс на красную пушку, ребят, увеличивается Давай Давай, 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 давай Вот эмочку можно было, неплохо Которая пролетела, кстати, вот достал бы я ее Я был вообще доволен Эмочка стоит, по-моему, если не ошибаюсь 200 баксов, которая только что пролетела Если не ошибаюсь, по-моему, рыцарь Нет, кто там пролетел? По-моему, рыцарь пролетел, да? Если не ошибаюсь, золотая, по-моему, рыцарь Два ключика Что, мы в принципе сегодня можем потратить в игрушки Даже 5 долларов уже Ну, посмотрим, может быть, ключи Тут обратно сдадим Сдадим обратно ключи владельцу Все-таки тут шанс наверняка побо... Что ты делаешь? Давай Что, ровненько, что ли? А, нет, даже больше немножко А золотая спираль же пролетела? Да? А, ну, я, может, это Может, не увидел Хнык, хнык, хнык Так, что, нам хватает еще на один кейс? Или не хватает? Так, вроде хватает, да? Подожди, если мы вот это сел Это сел Это сел Это сел А сколько у нас будет? 352 А он стоит 300 Черт, нам не хватает еще на кейс Что продадим? Давайте, наверное, вот этот бизончик продадим Он мне все равно не нравится Ну-ка, так потенциально для розыгрыша будет Допустим, раз Допустим, два А, допустим, раз, два, три Четыре Пять мест, в принципе, будет По-моему По-моему, симпатично, да? Для пяти мест оставим Давай, сел Мы еще не закончили Поехали дальше Давай, давай, давай Давай, давай, давай Ну-ка, давай, давай Дальше хоть немножко Это сколько стоит? Я не знаю просто 54 Нет, все-таки лучше бы Бог червей тогда выпал Давай Это, наверное, уже последний кейс, ребята Go on slots А, в смысле, надо бы Пооткрывать эти были? О, слушайте, вторая такая эмочка, да? Нет, не такая Либо такая, только уже такая Сильно Сильно никакая Ладненько Похоже, да, с кейсами барахлишка Я сейчас определюсь С тем, что будет на розыгрыше Давайте мы тогда вот не нужно Вот это вот мы сдадим в утиль Сдадим в утиль Ключики мы оставим Это или тоже в утиль сдадим? Давайте мы тоже ключики Да, фикс ними тоже в утиль сдадим Поиграем сейчас на слотцах На остатки денег Вот, на что 13 мы тогда сдаем У нас тут есть, в принципе, что разыграть на 5 На 5 мест победителей А мы пойдем поиграем в слотцы Так, у нас есть 600, да? По сколько будем ставить? Давайте по 200 ставить Посмотрим, может что-то Что-то придет Вот, давай таких же еще, давай, нормально будет Б200 again Ну это сейчас, наверное, выпадет, да? Все три И третья У-у-у, сколько стоит? Она, наверное, 200, наверное, и стоит Ладно, давайте сейчас еще Покрутим Жалко, конечно Третий ножик было бы неплохо А вдруг гей подарит нож? Ну, гей подарит нож, позвони Так, что-то получилось Они по 200, да? Они по 190, мы открывали по 200, да? Нет, что-то неинтересно, давайте еще Давайте еще, я не распробовал 200, я говорю Так Снова? Это, наверное, ту, которую я только что сдал, да? Давай, 199 Это кто у нас? Прайс, 198 Юплей, 199, получили за 198 Окей Так Мы не сдаёмся, мы снова и продаём И снова идём дальше крутить Как это мы ушли и не проиграли? Как-то нехорошо, давайте 150 А потом остатки, 228 Как-то мы ушли и не проиграли Ничего, так некрасиво Так И Да, вот уже больше похоже на правду Так, давай, 228 Под остаток сливаем Сливаем под остаток Вот таких вот, которые в центре Можно ещё два по краям И я бы очень довольный ушёл с этим сайта Ладненько, ребят А теперь, что касается розыгрыша Здесь все девайсы, которые вы можете получить Для участия в розыгрыше необходимо зайти в группу ВКонтакте Ссылочка будет в описании Или же вот она вам И в шапке группы сделать репост данной записи на участие в данном розыгрыше Так, вы как видите, здесь есть скины довольно-таки не очень дорогие И есть довольно вкусные Ну вы же не думали, что будет всё так просто, правильно? Правильно Если к скинам слева никаких претензий нет Вы можете легко поучаствовать в розыгрыше И всего лишь победить в рандоме И получить данные скины Победитель сам будет выбирать, какой скин он получает То есть, соответственно, если я выбираю первого Он говорит, что я хочу себе пустынную атаку Он получает её Потом второй выбирает уже из оставшихся двух Я думаю, это понятно, да? Что касается двух самых вкусных скинов справа Чтобы как-то развить канал мне, что ли Правильно будет сказать И я сделал условие В данный момент, на момент записи на моём канале Сейчас 1438 подписчиков Для того, чтобы скины, которые справа участвовали в розыгрыше И появилась, соответственно, доп. места победителя На 5-7 птичьей игр я устанавливаю метку в 1650 подписчиков А на АВП Азимов 2000 подписчиков Это довольно дорогие скины Для такого маленького канала Поэтому, я думаю, это справедливо Собственно, на этом примерно всё, ребят Зайти в ВКонтакт Сделать репост Подписаться на канал Ютуба По-моему, всё предельно просто Если набирается данное количество подписчиков Я разыгрываю эти скины Не набирается Разыгрываю только те три скина, которые отображены слева А справа оставлю скины на что-нибудь более вкусное Сам розыгрыш пройдёт 28 июня Вторник 2016 год На этом всё С вами был Блазия Ставьте пальцы кверху Пока-пока